Привет всем карантинным коронавирусникам! Чтобы вам не очень тяжко сиделось дома, я вам буду периодически подкидывать всевозможных интересных информаций. Ну, например, из моего родного города Санкт-Петербурга. Мы с вами находимся в переулке Джамбула. Ну, про слово Джамбула это отдельный рассказ, сейчас не будем его касаться. Там есть памятник. Если вы когда-нибудь смотрели фильм «Москва. Почему занят твои колокола» группы Ленинград, то вот он снят как раз здесь. До этого переулок назывался Лештуковым. Тоже видоизмененное название, потому что это «Лесток». Это придворный доктор Елизаветы Петровны. С этим связана отдельная история про ее госпереворот, про то, какая судьба потом была уготована этому листоку. Но суть не в этом. Дело в том, что дом, который находится у меня за спиной, вот этот вот номер 15, а до этого он был номер 13 в XIX веке, это один из самых главных адресов партии «Народные воли». Именно потому, что здесь родился, собственно, бренд этой партии. И вот вы знаете, я много лет вожу здесь экскурсии. Я уже давно рассказываю про эту партию, но фамилию Зеге фон Лауренберг я выучил с трудом. Я ее до сих пор иногда забываю. А кто это такой, мы узнаем чуть позже. Дело в том, что сюда в 1879 году пришла пара. Это на самом деле были Квитковский и Вера Фигнер. Они косили под товарища Чернышева и Лихарева. Причем Чернышев был владельцем, потенциальным владельцем квартиры, а Лихарева была его жиличкой. То есть, как бы, вот как хотите, так и понимаете. Это понятие жиличка. То есть, это можно трактовать и как она снимала вместе с ним жилье, так и то, что, ну вот, ну, жила и жила. Тем не менее, документы у них были надежные. Они осмотрели квартиру. Квартира располагалась не здесь. Квартира располагалась во дворе. Вообще, у партии «Народная воля», у исполнительного комитета «Народная воля» был четко выработанный регламент по подбору конспиративных квартир. К этому приложил руку Александр Михайлов по кличке Дворник. Главный, так сказать, сейчас бы его назвали, знаете, СБшником, да, то есть представители внутренней службы безопасности. Они всегда, во-первых, располагались на последних этажах. Как правило, во флигеле. То есть, чтобы, заходя во двор, вы могли поднять голову и посмотреть, есть условный знак на окне или нет. В данном случае это был пятый этаж внутреннего флигеля. И он возвышался над основным массивом вот этого здания. То есть, даже из самых последних окон этого здания туда невозможно было заглянуть. И располагалась она с правой стороны. Вперед забегая, я хочу сказать, что квартира эта не сохранилась. В результате реконструкции уже советской в 1770-х годах объем этой квартиры был поделен между тремя другими квартирами. В общем, они сюда пришли, квартира им понравилась, они ее сняли. Дальше они привели с собой свою тоже некую такую служительницу побережскую. Это была младшая сестра Вера Фигнер, Евгения Фигнер. И на рынке, Никольском рынке, это напротив Никольского собора, там когда-то продавали людей, там был торг крепостными. А затем, когда крепостное право было отменено, там функция места осталась, там нанималась очень часто прислуга. Вот там, возле Никольского рынка, они нашли кухарку, привели ее сюда и, в общем-то, зажили такой размерной жизнью. Вставали они, как правило, с 8 утра до 11 утра. Значит, вот это тут непосредственно Чернышев отправился якобы на службу. К 4 часам он возвращался обедать. Значит, жиличка его, как правило, занималась писаниной. Побережская, она тоже писаниной занималась. Иногда играла на рояле и пела. У нее был очень красивый голос, такой контральто. Одаренная была барышня в этом отношении. И ничто, как бы, ничего не предвещало. Когда им нужно было кого-то пригласить, они кухарку свою отправляли к мужу. И та, в общем-то, даже удивлялась, почему у них так малолюдно, почему у них так мало знакомых. Ну, вот так вот они жили. Соответственно, ничто не вызывало вопросов. И вот именно здесь осенью 1879 года происходили учредительные собрания будущей партии народной воли. На них присутствовали все основные участники исполнительного комитета. Тут была и Перовская, и Желябов. Ну, в общем, все. Весь основной костяк. Даже госпожа Ивановская приходила, которая потом, уже в эпоху эсеров, участвовала в подготовке и в удачном осуществлении убийства Вячеслава Константиновича Плеви. Она жила вместе с Савенковым, Егором Сазоновым и Дорой Бриллиант, уже теперь на улице Жуковского. Но это будет спустя много лет. И как было выбрано название? Они написали каждый свой вариант на бумажках, скромкали их и кинули в шапку, стали вытягивать. Названия были не подписаны, естественно, фамилиями. И вот народная воля, вот этого Зеги фун Лауэрнерга. Потом это, конечно же, выяснилось, кто придумал. Когда сначала они проголосовали, выбрали это, и тогда уже Зеги фун Лауэрнберг поднял руку и сказал, что это мое название. Вот так они стали называться народной волей. Хочу напомнить, что фракция бывшей земли и воли, которая пошла не по пути террора, стала называться Черный Передел. И вот эта квартира, она просуществовала около трех месяцев. Здесь, на самом деле, хранилось паспортное бюро, потому что к Витковскому приносили бланки различных учреждений, печати, копии этих печатей, копии подписей высокопоставленных лиц различных. Нелегальная литература сюда поставлялась из другой квартиры. В Саперном переулке была нелегальная типография, об этом отдельный рассказ. И это был такой координационный центр. И здесь вырабатывалась программа партии народной воли. В чем был самый главный ее момент? Организовывался исполнительный комитет. И у этого исполнительного комитета, это, хочу сказать, вообще уникальная ситуация в истории революционных партий, у нее не было лидера. То есть все члены исполнительного комитета были равны. И решение принималось коллегиально. Все имущество членов исполнительного комитета принадлежало исполнительному комитету. То есть у вас, если вы вступали в этот комитет, не было ничего своего. Это все принадлежало партии, конкретно данному комитету. Чтобы стать членом исполнительного комитета, нужна была рекомендация пяти человек. И на каждый отрицательный голос нужно было два положительных. Вот такая была система, которая исключала всех посторонних лиц. И надо сказать, что вот эта небольшая группа заговорщиков поставила с собой себе целью скинуть власть и передать, дальше мнения разнились, передать власть народу, либо учредительному собранию. Было три программы написано. Одну из них, кстати, написал Желябов. Но ни одна из них не была удовлетворительной. Поэтому поручили Льву Тихомирову написать программу партии народной воли. Забегая вперед, хочу сказать, что Льв Тихомиров это человек, который напишет знаменитое письмо после убийства Александра Второго и его сыну Александру Третьему от имени партии народной воли. А в дальнейшем он станет ренегатом и вообще закоренелым монархистом. То есть полностью поменяет свое мировоззрение. И, в общем, вот такие кульбиты иногда судьба совершает. Но не суть. В общем, квартира существовала. И, как вы знаете, был взрыв устроен царского поезда. Ну, то есть там планировалось несколько этих взрывов. Но удачно был осуществлен только взрыв под Москвой. Но это тогда под Москвой. Сейчас это уже Москва. Это рядом с Курским вокзалом. Там домом, из которого велся подкоп, заведовала Софья Перловская. И вот Лев Гартман, кстати, там с ним тоже отдельная история. Который участвовал в подкопе. Он бежал в Европу. Его был свачен полицией. И развернулась пиар-компания, в которой народная воля принимала активное участие для того, чтобы Лева Гартмана не выдали российскому правительству. И его не выдали. Вот представляете, какова была сила пропагандистская. И надо сказать, что пропагандистская цель тоже была одним из приоритетов всех членов народной воли. То есть они прекрасно понимали, что такое пиар. И потом Владимир Ильич Ленин, который, кстати, очень ориентировался на некоторые постулаты народовольцев, не в том, что касается терроризма, а в нескольких других аспектах, вот этот момент перенял. И план Ленинской монументальной пропаганды, я думаю, народовольцами, конечно, был бы одобрен. Как он и был одобрен теми, кто остался в живых, Морозову, например. Соответственно, здесь началась вся и идейная, и организационная жизнь партии. И после того, как осуществился удачный взрыв под Москвой, один из служащих магазина чертежных инструментов по фамилии Алмазов пришел в полицию и показал прокламацию. И сказал, что он и раньше такие прокламации получал, но раньше это были хихоньки-хахоньки, а сейчас, после того, как взорвался царский поезд, ему стало не до смеха, он реально наложил штаны и пришел с покоенной. Его спросили, откуда он получил эту прокламацию. Он сказал, что ему дала эта курсистка Богославская, взяли эту курсистку. И дальше вот случился такой момент. Дело в том, что Михайлов дворник, он всех приучал к тому, чтобы везде рекомендоваться не той фамилией, по которой вы прописаны. Это было железное правило. Евгения Фигнер, младшая сестра Веры Фигнер, этого правила не знала. И Богославская сказала, что она получила эту прокламацию от Побережской. И тогда пристав в данной части навел справки, выяснил, что Побережская прописана в его округе, и пришел сюда с арестом. Все, что происходит в дальнейшем, это какой-то сюрна. В самом деле, я цитирую, на самом деле, из классической книги «Народовольцы в Петербурге», еще в начале 80-х годов, вышедшей в Лену с дати. Значит, он пришел сюда, ему открыла дверь Побережская, он спросил, кто вы. Она увидит, что это представитель полиции, и сказала, я Евгения Фигнер, которая прописана по паспорту Побережской. Это как бы первый вопрос, который у меня возник, когда я читал этот момент. То есть, зачем было так представляться? Ну, ответа на него до сих пор у меня в голове нет. Дальше вышел из дальней комнаты Чернышов, владелец квартиры. Он размещался тем, что ему не дают спокойно работать. Увидев, что происходит, он удалился. В этот момент он, конечно, уничтожал все самые главные документы. И в углу стояла какая-то банка с намотанной сверху тряпкой, а в ней какие-то непонятные куски белой массы. Спросили у Побережской Фигнер, что это такое. Она сначала ответила, что это мыло, а потом просто отказалась что-либо говорить. И тогда Чернышов вышел и сказал, это второй момент мне абсолютно непонятный, что эта банка принадлежит ему. На основе данного утверждения был сделан обыск и у Чернышова. Значит, ну и тут понятно, да, у него в карманах были найдены прокламации, было найдено огромное количество нелегальной литературы. Динамит вот этот самый был обнаружен. И Квитковский, который, Чернышов, он был настолько безалаберен, что у него был план Зимнего дворца с крестиком. Тогда готовился взрыв Зимнего дворца Степаном Халтуриным. Это была тайна народной воли. И он его разорвал и выбросил в мусорное ведро. Но мусорное ведро не выбросил. Он был найден. На тот момент еще жандармы не понимали конечного смысла. И только после взрыва, который был устроен Халтуриным, Квитковский был приговорен к смертной казни. Вот этот момент его сгубил напрочь. Таким образом, эта квартира была арестована, ну, в смысле, накрыта. Квитковский и Вера Фигнер были арестованы. Квитковский закончил свою жизнь на плахе. Но не сразу это произошло. И надо сказать, что мы знаем о адресах народной воли только по той информации, которая есть либо в вспоминаниях, либо в сводках полицейских. Потому что некоторые адреса мы до сих пор так и не знаем. Город менялся очень стремительно. И иногда даже члены народовольца бывшие, они возвращались в город и не могли найти тот адрес, потому что настолько поменялся городской пейзаж. И в конце хочу рассказать совершенно потрясающую историю. Ну, как потрясающую, в кавычках. Дело в том, что у меня есть маршрут от станции метро Владимирская вот сюда, по проходным дворам. Сюда реально можно пройти по проходным дворам прямо от станции метро. И я вожил, особенно люблю это делать в сумерках. Это дополнительный антураж. И моя вторая квартира находится в доме старых процедчиц. Понятно, что там постоянно ходят орды туристов. Они ходят не просто по двору, они заходят иногда и в мой подъезд, потому что он открыт, единственный в этом дворе. Я не возражаю. Ну, то есть мне не жалко на самом деле совершенно. И вот я веду свою группу, достаточно многочисленную. Ну, у всех есть, соответственно, приемники. У меня передатчик. И мы подходим к воротам, и открывается дверь, и я так пользуюсь случаем, проникаю туда, мы заходим во двор. Довольно тихо я рассказываю. И рядом стоит тетка, разговаривает по телефону, и потом подходит, говорит, знаете, вот вы нам явно мешаете, у нас тут дети спят, попрошу вас покинуть двор. Я прекрасно понимал, что дети спят – это святое, но мои экскурсанты даже возмутились тем, что, ну, во-первых, мы, я был без матюгальника, без экскурсоводского, да, говорил довольно тихо, но мы, конечно же, ушли. Но я к тому, что вот я не удержался и спросил, а вы знаете, почему мы сюда зашли, что это вообще такое? Она говорит, а что? Я говорю, ну, все понятно. То есть люди, которые здесь живут, они даже не в курсе вообще, на самом деле, истории этого дома, но вот были мы выпровождены. Второй раз, правда, когда мы сюда попали, нас уже никто не попросил, это было тем более днем, но вот тем не менее, да, скажем, вот мое отношение к месту, где, я вас уверяю, ходят в 28 тысяч раз больше людей, потому что, ну, к какому нормальному здравому человеку захочется зайти в этот двор, потому что, ну, мало кто знает вообще об этом. А уже дом старухи проценчится, вы понимаете, что это такое. Вот, ну, вот, собственно, это то, что я вам хотел сегодня сказать. Никаких анонсов пока по поводу экскурсии не будет, потому что неизвестно, когда они всплывут в следующий раз, но я думаю, что к маю все отморозится. И начиная с мая мы опять начнем гулять с вами, поэтому периодически следите за анонсами, ну, и, соответственно, оставляйте комментарии, крепитесь, все будет хорошо. С вами был гид Павел Перец. Пока!